Приветствую вас, и, ну, во-первых, если вы задаете вопрос в раздел «Психология», то, наверное, имел бы смысл как-то более подробно описать свою историю, потому что очень мало информации вы предоставили о себе и о том, как ваши отношения, к примеру, развивались, что ваши отношения, например, представляли из себя, вот, и так далее, что вас связывало между собой, вот, и так далее, и так далее. Это, конечно, вот то, что, на мой взгляд, нужно в первую очередь исследовать, вот, потому что это такая достаточно важная история, достаточно, ну, важный момент. Там уже, в принципе, будет понятны именно ваши индивидуальные особенности истории, и, соответственно, психотерапия будет подбираться именно под вас. Пока что можно лишь только какими-то такими очень общими моментами ограничиться и сказать, что, когда женщина начинает встречаться с женатым мужчиной, она всегда, во-первых, себя недооценивает, это первое, она себя недооценивает, во-вторых, она боится близких отношений, потому что женатый мужчина никогда близких отношений дать не сможет, если сразу не ушел из, ну, из семьи. Вот. И, соответственно, женщине вот эти отношения, они что-то дают. Вот с этими моментами, да, вот, именно с этими моментами, и нужно взаимодействовать, то есть, повышать самооценку, корректировать ваше поведение, в том числе гендерное и сценарное. Потому что выбор женатого мужчины в качестве партнера, это именно сценарное поведение, это именно выбор, который ограждает вас от построения серьезных отношений. Вот. Вот. И, соответственно, определить, вот, определиться с тем, что, что вам, ну, собственно, ну, дают, что вам дают отношения, что вам они дают, именно. Как вот, в принципе, сказал мой коллега Сергей, что они вам дают. Так что вот, примерно, такой аспект, примерно так можно ответить. И после проработки, вот этих вот, аспектов, после проработки, именно, вот, трех аспектов, основных аспектов, могут быть еще. Это вот такие только. Такие общие моменты, я бы сказал. Вот. А я предлагаю, что вот, после этого вам будет, куда более понятно, что делать дальше. Вот. Потому что отношения, их не надо рвать. Не надо рвать, знаете, вот это, прям, с корнем вырывать, не надо. Их нужно закончить делегатно, чтобы не травмировать вас, чтобы опыта негативного не было, по крайней мере, в критических количествах. Вот. И, соответственно, чтобы вы эмоционально, в пользу, для себя и в любви, из этой ситуации. Вот. Ну вот, наверное, примерно так, я думаю, можно ответить вам. На вопрос. Который вы задаете. Надеюсь, что, помог вам. Если, понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего доброго и успешного разрешения данной ситуации. Спасибо. Спасибо. Спасибо.